ПЕСНЯ С песнями и угощениями встречали гостей седьмой агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка. Сельхозпроизводители со всего края». И так на протяжении всех пяти дней ее проведения. Сколько пряников за это время продано, сколько было счастливых улыбок на лицах покупателей. Не сосчитать, делится кондитерских дел мастер из города Героя Юлия Суслопарова. Ее пряники, украшенные разноцветно-лубочной росписью, покорили сердца тысяч кубанцев. На Кубани слова «пряник» не было. Был именно медовый хлеб. Состоял он из меда, либо каштановый мед, либо мед липовый. Делался для мужчин, сейчас он вот в таком виде, а для мужчин он делался прямоугольником, для того, чтобы вошел в голенище сапога мужчинам, военнослужащим. И только когда Тульская губерния начала расписывать его, тогда и наш медовый хлеб стал пряником на Кубани. На Кубанской ярмарке продавали все. Кондитерские молочные продукты, изделия ручной работы, мясо, мед, вино, овощи, фрукты. И на этом список не заканчивался. В выставочном центре одновременно работали пять павильонов. Чтобы их обойти, требовалось как минимум часа три. Одно из преимуществ такой сельхозвыставки – все экспонаты можно попробовать, прежде чем их приобрести. Больше всего, конечно, пользуется спросом наша рыба черноморская. Это лабань кефаль, которую мы здесь продаем по 195 рублей килограмм. Также пользуется спросом барабуля. Мы ее каждый день подвозим, и она заканчивается буквально в течение двух-трех часов. Нам даже до обеда не дали ею поторговать. Край – это, конечно, площадка более крупная. Можно посмотреть, как другие в чем-то продвинулись, что-то свое полезное показать. И также можно увидеть, чего добились другие результаты. Также много общения идет между производителями, между рабочими, которые в этой отрасли работают. Я считаю, что очень нужны эти выставки. Мы уже седьмой раз участвуем в самой первой выставке. И, как вы видите, у нас всегда очень много народа присутствует. В последний день работы ярмарки Новороссийск представил презентацию города, которая вызвала неподдельный интерес у кубанцев. Город-герой приглашал гостей непременно посетить его достопримечательности и оценить новинки новороссийского винного и гастрономического туризма, который набирает обороты и привлекает все большее количество посетителей не только из России, но и других стран. О том, чем живет город, о его легендарном боевом прошлом и славном настоящем посредством творческих номеров жителям региона рассказали представители лучших хореографических и вокальных коллективов Новороссийска. Седьмая кубанская ярмарка завершила свою работу. За пять дней было продано 650 тонн продукции, около 18 тысяч единиц предметов народных промыслов и более 3 тысяч единиц сельхозтехники. Выставку посетило свыше 100 тысяч человек. По отзывам наших сельхозтоваропроизводителей ярмарка для них прошла отлично. То есть очень высокие показатели торговли. Все им очень понравилось. Много навели связей, потому что у каждого региона своя специфика. Здесь они все встречаются, находят друг друга. Кто-то производитель, кто-то сбыт, кто-то переработка. Поэтому эта ярмарка очень важна для наших сельхозтоваропроизводителей. Итак, кубанская ярмарка побила прошлогодний рекорд по посещаемости. Организаторы и в следующем году планируют удивлять гостей местной продукции, концертными номерами и интересными мастер-классами. Юлия Савковская, Сергей Витько, Новая Россия, Краснодар.